Музыка Итак, ребята, всем привет! У нас очень сильный ветер, буду говорить вообще абсолютно вплотную к камере Копать я буду сегодня вот на этом месте, вот здесь вот, неподалеку, где все время я копаю Но в данном случае я немножко решил проехать и посмотреть Ходят трактора, везде все пахают, сено возят И вот ехал мимо на одно местечко и увидел перспективное место Тем, что раньше я здесь бывал, здесь очень была крупная трава Как вы видите, вон дымовые ямы стоят и вот такого размера была трава Сейчас здесь немножко покосили местные колхозники Вот, и решил я прогуляться Хотя здесь вот на меня уже побывали люди Вот, производили шурф, вон там производили шурф Ну и в общем здесь вот, где есть старые ямки И знаете, у меня был сигнальчик И у меня выпала вот такая вот, вижу, монета Вон, видите, вот монетка А видно гурт, и сейчас мы с вами узнаем, что это Опа, ребята, замечательно, первая находка и царик Это, ребята, у нас царь, одна копейка 1914 года Радует Первый сигнал и первая зачетная находка Я молодец, поздравьте меня Позвонил сейчас ребятам Ребята должны подъехать, наверное, минут через 30-40 Они ехали на одно место пошурфить Но я им позвонил, сказал, ребята, нет, давайте сюда Нашел я хорошее перспективное местечко И сейчас они втроем ломятся ко мне Так что через 40 минут, ребята, я буду не один Будет гораздо интереснее, потому что народу будет больше Находок будет больше Ну ладно, ребята, смотрим Там с ними будет Костя Тот, который Фишер 75-й профессиональный прибор Я думаю, он накопает достаточно хороших, приличных монет И находки будут Ладно, смотрим, ребята, кричу громко Не знаю, как отразиться на камере Будет ли меня слышно Но ветер очень сильный Погода у нас мерзопакостная Вот такая, обещали сегодня кратковременные дожди Не знаю, Стас, который фартовый, побоялся сегодня поехать До сих пор не отвечает на телефон Походу спит Но вот так вот Завтра, ребята, обещали область чистого, без дождя Завтра, наверное, точно обязательно он поедет Так что, ребята, вы его увидите Ладно, смотрим, находки будут, покажу Да, ребята, вовремя Я сорвался, а то бы я попал вот под такой ливень Надо побыстрее чернозема сваливать А то иначе вообще потом будет хана Все, ребята, наверное, прощаюсь с вами Вот на такой вот ноте Ливень идет Копать невозможно Не получилось то, что хотелось Так, ребята, подъехали ко мне товарищи Камрады Конечно, на веселее Они вот тут вот у нас употребляют медовуху Но это не те, которые за рулем А те, которые пассажиры Будем смотреть Вот у них АТ-Про Гарет Фишер 75 Так что, ребята Сейчас, ребята О, здесь у нас Фишер 2 А, 4 Фишер 4 Ну ладно, что тебе 4 Фишер 4 от 2 не так далеко отошел Вот так, ребята Обмундирование Здесь у нас, ребята, в камуфляже под сезон И другой товарищ у нас под камуфляж под зиму Он под зиму уже У него зимний камуфляж Так что, ребята, вот в этом месте Здесь так населенное было место под названием Гранный Не боюсь называть места Потому что это места, в принципе, кожные Ну, в принципе, находки есть Ну, я не так думаю, что много народу посещает такие вот места На карте она потому, что не обозначена Вряд ли кто-то найдет ее Так что, ребята Здесь вот будем поснимать Вот так вот, ребята Вон, Костя говорит, что Гранных в Самаре 50-ков Ну, а этот Гранный, он не отмечен Я на вики-мапе его вроде обозначил Ну, не знаю, сохранилось, нет информации Ну, ладно, ребята, смотрим Находки будут Обязательно покажу Ветер сильный Так что в камеру будут практически поговорить Ладно, продолжаем Итак, ребята Комрат Костя привез вот такую-то находку Которую вместе со мной Он поднял на Прозапрошлом шурфе И вот он ее почистил Вот смотрите, в каком хорошем, красивом состоянии Она превратилась Мы там показывали то, что нашли просто без петлицы Но потом не показывали Что вы, наверное, в метре нашли вот такую зацеп И вот Костя просит, чтобы мои подписчики То есть вы, ребята Подсказали, как ему Вот этот вот зацеп Припаять А чем можете посоветовать? Может, какой-то сварный аргонный там Я не знаю Точечный сварный Или пайка какой-нибудь Вот нужно совет ему Подсказать Специалистов у нас, ребята, много Будем очень благодарны Если кто подскажет, как Восстановить вот эту пряжку Пряжка русской империи До 17-го года Где-то примерно до 17-го года Есть у нас, ребята, здесь клеймо АОЧ На... АОЧ Не знаю Если кто-то скажет, подскажет, как Восстановить Восстановить, ребята Будем очень благодарны Ладно, ребята Остановились Мой чаек попить А потом снова в путь Ладно, ждем От вас подскажут Рекомендации По пайке Вот данного Находки Смотрим Итак, ребята Вон стоит машина какая-то Это стопудово Наверное, какие-нибудь Те же самые Металлоискатели Кладоискатели Как и мы Потому что там Слева у нас находится Уже, грубо говоря, болото Справа грибов у нас не будет И, наверное, все-таки А вон, ребята, я и нашел Вон они, ребята, ходят Сейчас мы подойдем Узнаем Что у них Итак, ребята Встретил я товарищика Амрадов Оказывается, то, что Вчера подписались на мой канал Есть у них вот такие вот находочки Находочки у нас вот такого образца Ранее Даже не ранее Ну, вообще-то, ранее пуговка Я такую не видел Вот Имеется у нас Раз, два, три, четыре, пять Пять с одной стороны Раз, два, три, четыре, пять Шесть с другой То есть, это примерно пуговка Пятидесятых годов Хорошая пуговка У меня таких нет Но все равно И еще у них, ребята, монетки Я так понимаю Так, денежка, ребята Это у нас денежка У меня денежек нет Это у нас Александр II Находка замечательная Год не скажу Но факт есть факт Подняли я здесь вот монету эту Я тут ходил Ничего такого не находил И две копеечки Пятьдесят второго года Вот так вот, ребята Ходит там Где, в принципе, мы проходили Мельком Но ничего не подымали Итак, ребята Подошел о кости Вот он начал шурфить Вот таким вот образом Крестом И только что на моих глазах Он вытащил монету А две копеечки С сорокового года Я так понимаю Да, сороковой год Две копеечки Между прочим, она у него треть Вот так вот Две копеечки Тридцать шестого С этого шурфа поднял И Копеечку Ой, две копейки Тридцать первого года Со старым гербом Выкисл сливой И вот такая вот у нас Пуля Трехлинеечная Пуля У меня вот такая вот пятка Глубокая Это пуля от трехлинейки Либо от маузера Карабина Ну что, ребят, скажу Копает он всего Вот такой небольшой квадратик Вот И он выкопал вот три монеты Керамик, керамик Смотрим А вдруг товарищ у нас что-то устал Отдыхает Так, он там юрец Не знаю, у него есть Находки нет Ну, я так понимаю АТПРО что-то сдает Не очень много находок Я даже прям расстроен АТПРО А вот, ребята, старая керамика То есть вообще раннего периода 18 века Может, ранние 19 века Так что, ребята, Костян все-таки решил шурфануть Хожу я вот по этому березному росту Ветер очень сильный И березы просто на голову падают То есть опасное место И ветер дует у нас вон с той стороны Не знаю, может, чем-нибудь сейчас нагонит Ну, ладно, ребята, продолжаем коп Сейчас чай попью и путь Продолжаем Итак, ребята, находка у меня вот такого Вот образца Смотрите, какое Это ведь не молоток Я не знаю Это, может, и орудие было Смотрите, какое крутое Скажите Вот так вставлялось На палку И все концы Что здесь Что с другой стороны Заточены То есть это какое-то было Такое, знаете Орудие непонятное Древнегреческое Может, орудие убийства Или что-то в этом роде Интересная, конечно, находочка Кованая, ребят Железо Ладно, сейчас только что Я так понимаю Подъехал Стас Видел его машину Значит, нашему полку Прибавилось немножко Сейчас он обязательно, наверное, сюда подойдет Хотя посмотрим Итак, ребят Прохожу Я вот мимо Костяна Думаю, им сейчас переехать Он здесь вот Сообразил такой вот шур И говорит Здесь вот Сигнальчик есть И вот сейчас Товарищ Комрад Юрий Найдет Вон я ее вижу Уже вижу Вот, ребят Монетка Это у нас советик То, что ее перекрывало Вот советик 10 копеек в квадрате С 43-го года Больше нет Все, ребята Смотрю Нормальная Что-то Между деревяшками Шелеп Ладно, ребят Сейчас Пойдем И сварим В одну Так называемую Деревню Тяжина Там в принципе Озеро мы не ходили Тучка какая-то мерзкая Проходит мимо Немножко моросит Ладно, ребят Смотрим Всем гостям Моего канала Рекомендую Подписаться Здесь вы увидите Много интересного Видео Что связано С металлопоиском И полезной информации Будь всегда первым При просмотре новых видео А для этого Тебе надо Подписаться Нажать на колокольчик Поставить галочку И ты будешь Первым Оповещен О появлении Нового выпуска Итак, ребята Мое предчувствие Говорит То, что надо Сваливать Потому что Я нахожусь Вот на такой Черноземе В принципе Дорога Под скатом И я предполагаю Что вот эта тучка Все-таки Сейчас накроет Меня И товарищи Товарищи копают На той стороне Проверяем Распашку И эту Так что, ребята Дождик начал моросить Я сваливаю Итак, ребята С того места Куда мы Направлялись Нас Прогнал дождик Вот И решили Судьбу Не испытывать А проехать Чернозем Иначе Было бы Хана По полю Хрен проведешь И Выкли И вы знаете Перебрались На новое место И вот такая Вот у меня Находочка выпала Это у нас Пряшечка От обычного Ремешка Язычок Железный А сама Она у нас Медная Ну ладно Это шмурдяк Мы с собой Не берем Так что, ребята Продолжаем Коп Вот так Решил я Снять Вот такую Самая высшая Точка Здесь Он Копает Костян Где я Ему Порекомендовал Я там Очень много Находок Сделал Монеты Были Крестики И вот На этом Пятачке И вот Не знаю У него Фишер 75 Профессиональный Прибор Помощней Если он Здесь Ковыряется Уже Как я Уходил Отсюда Ходил Я в Той Области Еще Два Камрада Не знаю Где Лазит Сейчас Подойду К Костяну Узнаю Что он Накопал Новую У нее Находки Всегда Есть Накопал Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok стрельбе. Такие маневры совершают интересные. То влево, то вправо. Короче, не могут ее сбить. Вон еще одна летит, ребята, смотрите. Никак ее не собьют. Пошла, пошла, пошла. В общем, повезло ей, ребята, в очередной раз. Вот, ребята, солнышко в последний раз. Сейчас тучки закроют ее. Нас накроет огромный дождь. Хорошо, что я не в поле, потому что дождь начнется, я сразу выйду на дорогу, так что ничего страшного. В общем, ребята, охота у охотников не задалась. Наверное, штуки три, наверное, сбили всего-навсего. Ну, а полили, в принципе, много. Вон, некоторые еще до сих пор нарезают вокруг озера. Утки совершают маневры интересные. Буду двигать к машине. Совсем чернота пришла, как вы видите. Наверное, будет так. Я вижу, что вон там уже, как бы, такая мгла небольшая. Значит, наверное, минут через 5-10 уже у нас будет. Итак, ребята, сижу в машине в надежде, что дождь сейчас прекратится. Был шквальный ветер, сильный дождь. Сейчас он вроде успокоился. И вон там, как вы видите, просвет. Возможно, время сейчас у нас еще рановато, еще в шести нету. Вот, если сейчас он успокоится, может, еще часочек погуляем. Пацаны тоже вон сзади там стоят. Так что, ребята, возможно, коп у нас и будет снова дождик. У нас сегодня погода прогоняет со всех мест. Сегодня объявляли, в принципе, порывистый ветер, местами дожди. Но все равно коп удался тем, что мы сходили, отдохнули с ребятами. Вот некоторые чересчур отдохнули, спали в машине, купили себе медовухи. Ну и скопытило некоторых ребят. Ну ладно, ребята, мы за рулем, мы не пьем, да и вообще не пьем. Дождик сейчас закончится, мы снова выйдем, покопаем. Итак, дождь миновал, прошел слева. Вот, сейчас небо у нас чистенькое, есть немножко время покопать. Выполняет сигнальчик, но сигнальчик обычный. Вот такая вот солдатская пуговица. Видно, что пуговка действительно старая, не просто сейчас, которые современки были, а 60-70-е годы. То есть это немножко постарее пуговка. Вот такое вот ямины, я выхвал вот такую вот фигню. Не знаю, что это такое, но вот здесь вот в конце вот такие два острова Куйка. Не знаю, для чего это. Может, что подвешивали. Просто интересная такая цепочка. И звеньев таких, и на конце вот такой вот крюк двойной. Не знаю, на самов что ли, на китов рыбачили. Итак, ребята, у меня очередная находка и очередная вот такая вот приблуда. Два колечка, свободно болтающиеся. Для чего это, не знаю. Но это не для лошадей. То есть это не удила, ничего, не пойми, что это такое. Вот такая вот хреновина. Кто знает, подскажите, что это такое. Вот такая очередная находка. Не зря я вот задержался. Вот смотрите, допоздал уже. Плохо видно было. Короче, камушек выкинул из этой ямки. Сигнал был поверхностный. Я прям думал, может, опять шмурдя какая-нибудь. Но когда начал вот этот камушек трясти, сверху по катушке ботнуло. И знаете, видел, что это круглая. Думал, монета какая-нибудь. Думал, монета. А это, ребята, не монета. Это у нас медаль. Так, наше дело правое. Мы победим. Я так понимаю, это лозунг Сталина. И нарисован Сталин. С другой стороны, тоже надпись. Но, к сожалению, все съедено. Ну, как заляпано. Ладно, я думал, это типа что-нибудь Николаевское. Как я находил здесь. Но все равно приятная находка. Зачет. Зачет. Хоть и на дворе уже темно. Иду к машине. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok